Всем привет! Послушаю сегодня кратковолновый эфир вот на такой вот приемничек АТС-20 называется. На одной микросхеме он сделан. На этой микросхеме бывают и бытовые вещательные приемники, так скажем, промышленного изготовления. Бывает вот такой вот. Конечно, он тоже не самодельный, так скажем, а он был куплен на Алиэкспресс. Я купил на Алиэкспресс просто посмотреть, что это такое. И я вам о нем уже рассказывал в отдельном обзоре, а сегодня не буду рассказывать о его возможностях, подробностях, а просто послушаю с помощью него эфир кратковолновый. Покажу вам, как это на самом деле происходит, а то у многих существует какое-то ложное мнение, ложноположительное о том, что вот чудо-приемник, можно на него что-то послушать. Вот насколько это можно послушать, мы сейчас с вами увидим. На первый взгляд, многим кажется, что приемник работает во всем КВ-диапазоне, на всех любительских диапазонах. И маленький, автономный, и может прямо на телескоп что-то принимать. В общем, кажется, что хорошая вещь, дешевая, можно купить и сразу все на нее слушать. Вот, наверное, чисто теоретически можно слушать, но насколько это хорошо. И я уже даже не говорю про его параметры, такие технические, как чувствительность и динамический диапазон. Я даже просто про пользовательские, так сказать, характеристики, про удобство использования сегодня хочу вам сказать. Итак, работать он у меня будет на штатную антенну, телескоп. И вот здесь вот на столе у меня стоит рекордер с микрофоном и ветрозащитой. Это единственный такой правильный способ записать звук с этого приемника, чтобы все было услышно также, как и я сейчас здесь слышу. Ура, лучшие пожелания, здоровья, успехов 73. Трюмилик. Субтитры сделал DimaTorzok Обещательный диапазон 11 МГц, но вещалки проходят с большими уровнями, чем любители. Может их должно быть лучше слышно? Полоса пропуска не переключается. Вот эти щелчки, конечно же, при перестройке на один шаг добивают все желание пользоваться приемником. Понятно, что по параметрам по своим он как бы это помягче выразиться на русском без применения мата. Но это все можно было бы ему простить и побаловаться как-то им, попользоваться. Но вот эти вот щелчки при перестройке, они просто ужасно неудобны. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok На 20-метровом диапазоне какой-то тест идет, соревнование. Но это нам не важно. Я же связи там не собираюсь проводить. Вот и послушаем этих контестеров. У приемника есть два режима перестройки с выбранным шагом 1 кГц, 5-10 кГц. Или в пределах кГц можно еще подстраиваться более плавно. Для этого надо нажать валкодер, и он переключает, что мы сейчас перестраиваем. Частоту с шагом 1 кГц или 5 кГц. Или в пределах этого шага подстраиваемся плавнее. Вот я сейчас подстроился поточнее. Вроде как даже слышно более-менее ровно SSB-шный сигнал. Субтитры сделал DimaTorzok Наверное, если вообще никакого другого приемника нет, ничего нет, то это чудо, и можно на этот приемник послушать короткие волны. Но вообще, честно говоря, в наше время так много доступно всякой разной другой аппаратуры. Я не говорю про белку, малахит, аринст, там про эти приемники, которые прекрасно работают, каждый по-своему. Но есть и более дешевые, наверное, варианты, и более худшие гораздо, чем белка. Но хоть как-то работающие. Как вот этим пользоваться, я не знаю. Честно говоря, мне это все не нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Слушаю на штатный, можно сказать, комплектный телескопчик вот такой вот. Я так понимаю, вход у приемника достаточно высокоомный, и на такой телескоп он работает нормально. Можно было бы подключить какую-то полноразмерную антенну, но я не думаю, что сильно лучше бы от этого все работало. Особенно на нижней части КВ, я думаю, что было бы только хуже. И приемник просто перегружался мощным сигналом, поэтому слушаем на телескоп. На 28 МГц прохождение, и слышно какую-то танцу очень громко. Задумка, конечно, хорошая. Все на одной микросхеме. Даже полоса пропуска не переключается. Понятно, что все в цифровом виде обрабатывается, но качество работает. Я даже не знаю, как это помягче назвать. Я вам рассказывал про этот приемник, рассказывал общие его возможности. А сейчас просто решил его послушать. Полигон постоянно проводится совместные учения российских и казахстанских войск. Там постоянно проводится военный поселок. Спасибо, Виктор. Доброго дня. 73. И меня зовут. Прием. В пешку вовнутрь. Начало передачи, вот второе включение. 5-9. Видно, как АРУ отрабатывает в приемнике. Даже АРУ есть. Видимо, хорошее сегодня прохождение на десятке. Я представляю, что сейчас было бы слышно на нормальный приемник и на нормальную антенну. Или хотя бы даже на телескоп, но на другой какой-то приемник. Хорошо, Сапля Люба. Давление 5-9 в городе Таразы. Меня зовут Табек. Прием. Прием. Хочется даже на современном полностью цифровом каком-то трансивере или приемнике крутить ручку. И как будто на старом каком-то устройстве с плавным гетеродином вращать вернер. Современный валкодры крутить так же плавно, настраиваться. Ну, или шагом 1 кГц перестраиваться. Потому что все равно все с этим шагом работают. Но хочется при этом слышать эфир. Звуки из эфира, а не щелчки переключения приемника. Звуки из эфира, а не щелчки переключения приемника. Ну, будет 10 на свежих, это было дешевле. Сейчас это будет 20 минут. Может, я бы спросил. Пойду, наверное, пока повод хороший. Пройду, свеча, человек, солнышко, светит. Если хочешь, давай, на чесоте поработаю. РА-3, щука, радио, радио, А-3, ОБ. Пойду минут 40 подышу свежим воздухом. А потом тогда, значит, приду. А у меня и так тут свежий воздух. Тут потом вечером, значит, в снещатку хожу, посмотрю. Вот и на 20-й сегодня был тут, в общем, так, диапазон на диапазон. Выйду, потопчусь, потом приду, чайку попил. Опять, в общем, заодно вроде... Даже вещательный УКВ-диапазон есть. Ну, антенну надо переключать вручную, аппаратно. Сзади есть переключатель, который переключает антенну с коротковолнового входа на УКВ-шный. Возможно, какое-то механическое, химическое, наверное. Возможно, все-таки мутация по повреждению. Понимаете, когда речь идет о повреждении... Уровень, конечно, локализации будет ниже. Выходили из этой ситуации... Вещалки слышно, местные. Они, правда, все достаточно далеко от меня. Несколько десятков километров ближайшие. Это не вид, это рот. А, рот. Ну, не, это рот. Да, это рот. Это то ли хорьки какие-то, то ли какие-то грызуны. Это точно. На других диапазонах вещательных, я имею в виду, средние длинные волны, пока ничего не слышно. Время еще, как вы видите, светлое. Даже на 18 МГц, вон, 9-й район, выловили на этот чудо-приемник. Ну что ж, на этом, пожалуй, хватит, так сказать, мой слух мучить прослушиванием эфира через такое чудо-устройство. Я вам просто хотел показать, как все это работает на самом деле, чтобы, так сказать, кто хочет купить себе такой подобный приемник, чтобы понимали, что вы себе покупаете. Я его купил на Алиэкспресс, просто чтобы узнать, что это такое, и вам рассказать. Вот я вам об этом рассказываю. Спасибо, что смотрели это видео. Слушайте эфир на разные приемники, по возможности на более качественные, чем такой. Ну и, конечно же, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok